итак продолжаем продолжаем восьмерочка остановились блять я еще путаюсь города джерлок и black rock нет это black rock верно до джерлок это то поселение где линчевать решили где надо насос починить у них у всех тут эти насосы станции водонапорные башни ешь твою мышь с бромином разобрались проститутку надо вылечить ошейники надо снять фотошейники это не скоро это не скоро а проститутку я думаю в ближайшем времени закрафтить бальзам точнее лекарство закрафтить получится вот прямо здесь на костре очень хорошо ну сохранился все больше делать нечего уходим здесь я бы нет вот здесь я не был да здесь я не по вот старикам какую-то рыться можно ведь какой невнимательный невнимание враг рпг и квестов дай стырю это прости старикам мне это надо ты тут живешь тебя накормят напоят вылечит и все опять читать ешь твоя мышь вечно я говорю очень приятно с вами познакомиться когда мне ничуть не приятно но если хочешь жить с людьми приходится говорить всякое помни об этом я запомню а вы ухо не обращай внимания и на когда я совладаюсь не совладаю с языком меня всегда это подводит ах как меня зовут джедемия смит я можно сказать местная реликвия возможно самый старый житель невады среди людей конечно меня зовут вальфран для меня честь с вами познакомиться мистер смит о хорошие манеры в наших краях какая неожиданность я очень рад что вы хотите от меня молодой что вы хотите от меня молодой человек давайте поговорим о жасмин жасмин о дитя мое поосторожнее с этой особой она та еще кокетка впрочем если ее вольные манеры доставшиеся от прошлого не создают проблем куда больше опасений вызывает и греховное тело о чем бы наверняка уже знаешь не стану скрывать правду девочка больно каким-то кожным заболеванием я видел такое раньше поверь это заканчивается очень плохо вели раньше когда и где врино после войны когда город погрузился в криминальные войны людям было не дать чистоплюйство кругом помои крысы бродячие собаки ничего удивительного но началась что началась чума счастью для всех нас лечение тогда нашли она здесь одна такая пока да она приехала уже прокаженной и хотя она скрывала свою болезнь мы вовремя ее раскусили впрочем не думаю что от нее можно заразиться без телесных контактов видели раньше когда и где врино после войны так ее болезнь излечима дубрино как-то проказу излечили наверное для жасмин лекарства найдется трудно сказать что это было за лечение настойка из паслины и еще каких-то ингредиентов я конечно же не помню как ее делать давно это было человек с нужными навыками разобрался бы паслин растения именно и его ядовитые ягоды издавна использовали для лечения но в пустынной неваде паслин стало трудно найти да если найдешь что ты будешь делать с ним без рецепта и знаний но если не использовали для лечения наверное это имеет смысл нет если их не их использовали главное не рискуй без знаний опыта яд с мочой просто так не выйдет спасибо за информацию так еще поговорим расскажи пожалуйста о себе джидерия смит можно сказать я основатель этой общины а в прошлом путешествия когда-то ноги перестали меня слушаться понял что мне нужен покой на старости лет и решила сесть в этой прекрасной дали много путешествовали о это был давно основном я путешествовал в поисках райских кущ где мал где бы где могли бы поселиться люди видимо таких мест больше не осталось на земле на склоне лет мне надоели бесплодные поиски и я отправился на восток вглубь континента здесь мне удалось добраться до сверкающего рима и тут я и понял вот вот он райский уголок правда когда стало слишком шум мне пришлось уйти в пустоши в поисках укромного местечка где меня бы никто не достал оказалось достали здесь расскажите об интересных местах в неваде на юге стойбище шайденов а еще дальше юрий на западе маленькая община джерлок не думаю что в этих краях если что-то для вас примечательную когда еще часто слышал прогул салт-лейк-сити далеко на востоке ну сам я там никогда не был поэтому не смогу показать на карте даже примеру спасибо можно еще вопрос расскажите об этой общине как все начиналось когда мне надо лжить понятно что вы думаете о велиме велим общительный и оптимистичный но слишком наивен доверчив видимо вырос хорошей семье раньше этого сильно подводила зато теперь привлекает хороших людей внешнего мира а джастин и джастин с виду при неприветлив и закрыт но если приглядеться внимательнее его настороженность и сомнительность отпугивает от общины всякий нежелательный сброд он полезен по-своему как от этих людей зависит община самым прямым и кардинальным образом выльям старается сделать общину открытой пускай сюда всех кому требуется прибежище наложивая связи с караванами и соседями джастин напротив считает такую политику вредную он стремится оградить общину от внешнего мира так как ничего хорошего от него не ждет и тот и другой имеют свои причины и оба они в чем-то правы поэтому стоит убрать с арены одного из них и поселение падет вы кажется очень мудрым и опытным может быть поделитесь частью своей мудростью почему бы и нет никаких существенных перемен в возрасте от 10 до 20 лет не происходит и от 10 до 80 кстати тоже а что если я спрошу о другом все ясно все чистая информация есть ну старик извини что я у тебя стырил порошок целебный как наш вес ну вес понятно здесь у нас мало чего но вот и все ну как все еще суда 10 раз вернемся теперь в город убежище зачем за этим а это еще что такое говорят кротокрыса все еще чего я не успел подсчитать перед вами ловец пустынных ящериц подходя к костру вы замечаете сильно загорелого мужчину в кожаной одежде на первый взгляд он выглядит немного заторможенным будто поджидает что-то чтобы мгновенно схватить завидев вас лишь с любопытом озирается можно не возражаю его голоска кажется глухим и сдавленным будто в жизни этому человеку редко приходилось общаться с людьми должно быть у тебя есть всякие причины блуждать по этим бесплодным окрестностям да мне пришлось отправиться в дальние путешествия но как я погляжу по твоим запасам эти края не столь уж и бесплодны немного нахмуривается можешь не приглядываться там только пустынные ящерицы дневной улов так ты ловец ящериц ну да пол жизни этим занимаюсь другого ничего не умею а здесь обитают другие люди кроме тебя ага здесь пару маленьких поселений подалеку на юге говорят еще больше но я туда не заходил на востоке тишь да гладь редко там поселение встретишь покажешь как дойти до них рисует на песке вот тут блэк-рок а тут община джерлока как по мне так лучше в пустыне жить чем там а что за ящерицы игуаны пустынные ящерицы ползают тут и там ловишь их и на костер а больше с ними делать нечего а ты можешь приготовить для меня игуан ну да а что ты мне дождает вообще-то я не знаю давай посмотрим чем мы можем обменяться ясно вкусные вкусные пока нечем меняться друг вот это вот не продается ну то есть это да все остальное извини все нужное то что такое ключ от илая она его нас бросить слушай расскажи-ка лучше как готовить небо папа в походе такое бы пригодилось это несложно принеси мне воды или денег научу так 50 баксов нет денег нет воду лучше ему воду да вот фляжка воды так да ладно тебе два хороших человека смогут найти между собой общий язык разве нет или другой вариант в таком случае тебе придется мне рассказать иначе из этой глуши тебе же универс так а можешь приготовить так давала два человека траппер научила бесплатно 200 очков опыта красноречие помогло мне траппер научил вас делал шашлыки из игуан а главное чтобы желчи не осталось иначе держись за живот оказывается все не так просто что же благодарю охотник ты мне очень помог тебя в детстве учили изъясняться только односложными предложениями ладно хоть полезно так вот спасибо что за ящик должно быть ты отлично справляешься с выживанием в в кустышах а мне на роду написано обитать в кустышах не люблю среди людей жить а тут все есть что нужно что же интересная была беседа но мне пора идти своей дорогой так еще раз у него еще какие-то варианты как ты ловишь ящериц все спасибо хорошо ахо обворовать здесь карма не упадет но это не хорошо не честно с точки зрения иммерсива то есть погружение я погрузился в игру я уже живу реальным персонажем поэтому я есть своя определенная мораль и какая-то нравственность какая-никакая это с точки зрения иммерсива а с точки зрения практики и техники игры конечно обократь его не грех то есть тот же самый ножик он мне пригодится под продать ладно не буду не надо хорошо сохранится нет не надо я думаю дойдем а кто его знает сейчас как встретиться какие-нибудь гангстеры ну пока скорпионов я осилю или не осилю нет я боюсь не осилю патронов мало а в рукопашную биться с ними и здесь можно дубинку не убирать патронов у меня мало ой совсем мало диск 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 вот голодиск найден в заброшенном поселении или я уже читал в прошлом в прошлых сериях я не помню я тогда бухой был сейчас кстати уже тоже постепенно пьянею третью серию я лично я уже запасла неважно мятая бумажка на этом кулачке было записано сложные буквенные числа и коды которые вам ни о чем не говорят блять куда эта бумажка нужна я уже забыл блять еще глоток сделал чтобы лучше соображать в кавычках у меня пользу так вот это вес имеет нет не имеет но выбросим выбросим попу и в шесточка я все на одном сэйве сижу мы пускаю чего пока что это кто у нас вот в этой камере ну точнее в этом доме в фоллауте 2 работала дочка вика это был технический отдел а сейчас здесь это событие до фоллаута 2 кто здесь добрый день гражданину альфрам что вы хотите расскажи что за это место я уже разговаривал а техслужбы так развали что это пустошка компьютер что это чьи-то записи в пустошах как интересно голодиска даю сейчас я попытаюсь загрузить компьютер давай попробуем это уже интересно воодушевленно вставляет голодиска перебирает кодировку да у меня получилось что там ну показывай о 100 опыта джошуа дешифровал информацию на голодиске полученный опыт будет вам полезен эти записи были сделаны устаревшей кодировкой мы такой не пользуемся пришлось немного покопаться в архивах чтобы найти ключ для расшифровки сейчас я перепишу голодиск в нормальном виде чтобы вы могли сами его прочитать отлично но сначала проинструктируй меня как пользоваться этими голодисками это просто выберите опцию использовать на голодиске в формации с него будет записано ваш пипа бой потом открывайте пипа бой и в главном разделе ищите список заметок справа выберите нужную заметку но это мы знаем спасибо спасибо по себе торговаться не будет да-да-да-да чё мы там нашли интересно делаю лайок горбинский ой читать все заводами то задание карты архив нет карты задать а вот нет а где дело и лагер поручение склада это я помню назад предварительный отсчет дисплей пип бой файл динайзи в системе загрузка прервана почему не понял надпись на ярлыке дело илая горбинский предварительный отсчет а я потом разберусь пофиг ваших навыков в работе с компьютером недостаточно ах вот оно как могут даете приветствую в альфрам вы что-то хотели вы позвольте воспользоваться вашим компьютером ни в коем случае распоряжение от самого смотрителя запрещено распространение служебной информации с нашего сервера среди граждан которые не получили соответствующий доз допуск для этого нужно сделать специальный аргументированный запах запрос в информационный сервис и там уже решат можно ли или нужно ли давать гражданину допуск к информации с какими-то ограничениями мы пытаемся защитить граждан от вредной информации расскажите о вашем подразделении конечно мы обслуживаем технику которые пользуются другие службы города обычные граждане и работники внутри убежища основные наши задачи слежение за компьютерами терминалами управления разведроботами обеспечение радиосвязи и конечно же освещение вы позвольте ни в коем случае что такое собака то чё у тебя в столе этот верстак понятно крафт я не буду не буду я крафтить не буду здание не да а может через этот ком похуй делаю лая горбинский все это тот маньяк который убил там за пределами вот туда пойти да мы там все обследовали да почему меня нет они динамика ухты вот это прикол смотрите плохо мигает что такое наладился что я его что ли починил в чем дело а вот он опять плохо мигает эрудит этот источник света работает с перебоями его еще можно починить но ремонт вам не удалось его починить вам не удалось его починить не удалось не ну чё так все сложно хорош ну да мало навыков ремонт 11 ну ну блин на этом этапе игры можно же было бы чтобы это все мало весело вот эти очки такое вообще здравствуйте а да здравствует городу город убежище граждане хорош сегодня не правда гражданка что внешне мере в окрестах я ведь все это понятно да здравствуйте да 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 на начальном этапе с гаральдом я же не разговаривал или разговаривал я уже забыл в прошлых сериях но я бы совсем бухой тогда был мне больше нечего вам сообщить дальше вам придется действовать самостоятельно кто тот необычный тип в камере заключения да с гаральдом поговорим мы знаем со слов других мы знаем со слов других караванщиков что это якобы безобидный весельчак который водил караваны по неваде калифорнии наш патруль задержал его когда тот прочесал район вокруг города сам он говорит что искал атомную станцию и это похоже на правду но все же мы должны быть с пришлыми осторожны это существо было покалечено неизвестной формой вируса так говорит доктор виллмут впрочем вам не стоит забивать этим голову возвращайтесь к своим задачам будет сделано сэр вы собаки сейчас бы вас всех обокрасть ну куда ты вот ну будем разговаривать с гаральдом о гаральд здесь спрайт гаральда из первого фоллаута еще дерево у него не выросло все правильно это события до второго фоллаута сейчас друзья я эликсира плесну себе в бокальчик тем более разговор со старым другом гаральд 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 ой гаральд это гаральд это душа фоллаута как авилон говорил неоднократно в библии гаральд он особенный он хорошо сегодня сигарет запаса много да много чем запаса ну поехали гладкокожий пришел поглазеть на говорящий труп страшно да Бу-ху-ху-ху. Ха-ха-ха-ха, тяжело и долго кашляет. А, тяжело и долго кашляет. Ха, мне пора уже брать пару баксов за показ. Так, а сержант Грейвс говорит, что вы жертва особого вируса. Ух ты, сержант, а такие слова на уме. Наверное, тот доктор из убежища ему подсказал. Ты с доктором тоже поболтай. Умный он у нас, умный, хитрый. Ха-ха. И всё же, где вы подхватили эту болезнь? Там же, где Ричард Грей. Он был врачом в хабе. А, значит, Грей Монро сбежал в хаб. Там познакомился с Гарольдом, когда Гарольд ещё был человеком. Гарольд был караванщиком. А потом они уже отправились в морепозу и там траванулись. Получается так, да? Точнее, Монро, ну, Грей, он стал повелителем, остался. А Гарольд как-то остался снаружи. Он траванулся и февом, и радиацией. Поэтому вот такой стал, да. Ну, это я так, если правильно, по Библии фолло. Грей, так, он был врачом в хабе, когда я ещё был ещё гладенький, как папа-бладенца. Мы были знакомы с ним лет 10. А, даже так. А потом вместе организовали экспедицию. Искали рассадник заразы в пустошем. Ну, вот, ребят, я вам скажу, ремарка, отступление небольшое. Автор Александр, он не отошёл от лора. Он очень хорошо, слегка, чуть-чуть домыслил, расширил лор. Но без всякой самодеятельности. Очень-очень органично он вмонтировал, ну, вот какие-то домыслил какие-то вещи. Всё это вписывается в лор первого и второго Фоллаута. Не, серьёзно, правда. Рассадник заразы. То есть, то, что заставило мутировать животных, нашли. Ну, это... Ну, это оно нас нашло. Два больших робота-крана. Они схватили нас и сбросили в чан с вирусом. Да, значит, Гарль тоже был февом. Да, да, да. А дальше, оно дальше, я не помню, отрубился. А когда проснулся, глядь, а это уже и не я, а мертвец какой-то. Ха-ха-ха. Видимо, это было очень давно. Но это было давно, я уж не мог забыть многое. Я уж мог забыть многое. Сейчас даже и место того бункера-то не смогу вспомнить. Помню только, что оно было в пустыне. Ну, морепозы. Да. Ты меня за дурака держишь, да? Координаты, живо. Да уж, если учесть, что сейчас весь материк пустыне. Давай координаты, живо. Ой, он злится. Я бы рад. Да, по-моему... Да моему мозгу столько ссора. Моему мозгу столько ссора, что места для цифр в нем просто не осталось. Неудивительно для старого пердуна. Хотя бы помнишь, когда это было? Ну, лет пятьдесят назад. Что сомнительно. Ха-ха. После того, как я чуток искупался в чудотворной жиже... Я как-то стал здоровее, чем раньше. Неплохо сохранился, да? Хотя не всем это нравится. Вот почему меня прогнали из хаба. Точнее, я сам ушел, чтобы они не напрягались. Хаб. Чушь. Такого поселения не существует. Нет. Так где же этот хаб? Нет, или поселение не существует. Давай на юмор. Это далеко, даже не думаю туда идти. Вернемся к этому вашему другу. Ричард Грей, кажется. Мы хорошо друг друга знали. Общались почти десять лет. Однажды после пятой или шестой бутылки пива он сказал мне, что вышел из убежища в осень. Ну, вот отсюда. Насколько я понимаю, это убежище, оно и есть. Ну да, чем докажешь, вонючка. Зачем хамить? Хотя с ним прикалывался и надо. Что, отсюда? Ну как? Что с ним стало? Где он сейчас? Где он сейчас, я не знаю. Он уже повелитель на этот момент сейчас, Грей. Но я знаю, что недалеко от хаба строится храм для какой-то особой секты. Я там был. Я знаю, кто это делает. Ну да, вот сейчас как раз таки... А, подождите. Это... Это... Так нет. Это получается даже до первого Fallout, а не до второго. До первого? Да, повелителя еще нет. Вот. Только формируется повелитель. Все, значит, это вообще приквел к первому Fallout, получается так. А я почему-то думал, что это между первым и вторым. Что-то я запутался. Не, ну раз он так говорит, строится храм. Да, значит, это до первого события. Я просто даты, цифры, вот там 2000 какой-то там год, 77, я это все не понимаю, не запоминаю цифры. Все, это до первого Fallout. Хорошо. Хорошо. Сейчас, друзья, эликсиры плесну себе. Ваше здоровье. Ой, какой чудесный вечер. Какой прекрасный вечер. Ой, удовольствие. Я в Fallout. Я рад. Тебе точно не причудил солнечного удара, например. Знаешь, гладенький, в пустошах уже не совсем все так. Когда войны. Скоро вы об этом узнаете. А сейчас я тебе не могу все объяснить. Почему вы нам это не рассказали? Рассказали об этой угрозе в хабе. Потому что, когда я увидел номер вашего убежища, то тут же вспомнил про Ричарда. Этот ваш доктор, он мне уже поверил. Тут же поверил. Вот и спросил, вот и спроси его самого, почему. А в хабе меня просто посчитали безумным. И честно признаюсь, оно так и есть. Ха-ха-ха. Ладно, от вас больше ничего не добьешься. Одни лишь сомнения. Не, давай еще поговорим. А, гладкокожий! Страшно, бу! Вот пара баксов. Покажи еще. Не, деньги, извини, мне нужны. Так, достаточно. Теперь я ухожу отсюда. Нет. Фу, рожа какая ушная. Так, F6. Вот пара баксов. Чуть короткий разговор. Мне казалось, он гораздо больше был. Так, покажи еще. Подожди. Сколько мы денег потратим? Извините, деньги. 386 у меня. Ну-ка, сколько потратим? Покажи еще. Эй, не хочу показаться невежественным, но я сюда попал не забавы ради. А нет, денег столько же. 386 вот сбоку. А почему так? Так, ваши бравые ребятки поймали мой караван, когда мы подошли слишком близко. Похоже, у них был приказ изловить несколько чужаков, чтобы получать знания о внешнем мире. Или чтобы тыкать мне эти чертовы иголки. А это, наверное, доктор Виллбут ищет материал для исследований. Так ты караванщик? А что это значит? Это значит, деточка, что я снаряжаю всякие товары в повозку и везу их туда, куда глаза глядят. А как найду наивных деревенщин, то пытаюсь им товар этот сплавить в обмен на что-то ценное. А вы даже этого не... Бл***ь, сигарету... Не знаете. Забавные вы, ребята. Никогда таких не видел. Хоть уже и не один десяток лет брошу по пустоши. Это здорово. Потому что я хочу услышать о внешнем мире. Как там? Ну, боюсь тебя расстроить. Но таким, как вы, там не место. Пустошь слишком хрупкая для тебя. Таких, как ты, нельзя пускать на пустошь. Там слишком хрупко. Это перефразированные цитаты из Соляриса Тарковского. Космос. На-на-на. Это я сам от себя сказал, не зачитал. Побывай ты в хабе или в некрополисе, живого места тебе не осталось бы. Внешний мир жесток и безобразен, как и я. Но вам повезло быть в таком месте и со всеми технологиями. И я... Так, секунду. Как? F-12? Скрин, хорошо, да. Я о таком и мечтать не мог. Ой, я устал читать. Остальному миру повезло меньше. В ближайшем городе, в Нью-Йорино, идет война за передел довоенной собственности. А в Вегасе грызутся местные богачи между собой. Когда простые люди у них в коленях ползают за кусок хлеба. А дальше, дальше на юг. Выжженная ядерным пламенем земля. Черная земля, разрушенные ядерными бомбами. Города, облученные и искалеченные формы жизни. Должно быть неприятное зрелище. Возможно, Невада и Калифорния к западу отсюда. Это все, что уцелело после Великой войны. Города здесь разрушены лишь от старости, а не от бомб. Вам следовало ценить это и беречь. Как интересно, но мне пора. Ну все. Последний раз пробуем. Что? Бак, все. Все, уходим. Хорошо. F6. Значит так. Про Вегас он упомянул, что там перед богачами преклоняются. Вот и связующее звено по вселенной с Вегасом. Так и складывается. Но, когда автор писал и делал эту игру, Вегас тоже в это время писался. По датам надо посмотреть. По-моему, Вегас еще не вышел. Я точно не знаю. В любом случае, если даже Вегас уже вышел, а автор поиграл Вегас все равно, или он не вышел. Вот это маленькое связующее звено с Вегасом, вот эта короткая реплика насчет богачей. Все это укладывается в лор. Прекрасно. Значит так. Голодишк. Фу! Нас учешется. Голодиск про Илая Горбинский. Это тот маньяк. Хрен бы с ним. Читать не читать. Туда нам не надо. Там мы были. Но еще раз зайдем. Все проверим. Че с ним? Ах, он пал. Да-да-да-да. Крыс я перебил. Сюда я зашел. Че такое? Это выход. Shift. Все собрал. Shift. Все собрал. Здесь тоже я все собрал. Верно? Ну, проверим. Потому что тогда я был пьян. И сейчас уже пьянеет. Да-да. Все обобрал. Все открыл. Вроде бы. Нет, одна крыса жива. Ее сейчас добьем. Подожди. Эй, шкафчик. Ну да. Я все здесь обобрал. Да. Давай дубины ее поколотим. Она сейчас отравит. А отравит я к доктору пойду. Отравит я к доктору. Здесь, по-моему, радиации фанит. Ну, доктор нас вылечит. Давай удар рукой. Старый добрый фу. Пихай-толкай. Ударил, отходи. Хорошо. 15 опыта, да? Хорошо. Отравила, куснула? Нет, я жив-здоров как докторов. Хорошо. Еще раз проверяем. А, подожди. Вот этот диск. Да, блядь, чего он не заходит? Сейф. Вот этот диск. Но я его не прочитал. Ну, еще раз поговорим с этим маньяком. Сейчас дискредитируем его, что он маньяк и псих. Ключ я у него только украл. Ты еще здесь, и зачем, позволю узнать, еще пару вопросов. Расскажи пару слов, если что за место... Нет, все, заебал. Надо диск прочитать. Мне он не разрешил доступ к диску. А разрешение у кого? Грейса, Мрейса, у кого там? Ну, сейчас попробую. Там начальник, здесь тоже начальник. Каковы результаты? Все в порядке. Ваши сомнения оказались напрасны. Это я о чем? Вы уверены? Может быть, они просто обнаружили слежку и не дали себя раскрыть? А о ком, о чем, я не пойму. Что вы? Я был абсолютно незаметен. Может быть, но мне удалось засечь ни одного нарушения с их стороны. Я и был незаметен. Давай так кивать. Хорошо, гражданин Вальфрам, вы выполнили свой долг. Благодарю вас от лица города. Мне дадут что-нибудь за труды? Вы недостаточно много вложили сил, чтобы выдать вам какой-то гонорар. Ладно, как скажете. И что? Я ничего не получил? Я ничего не хочу от вас. Сейчас собака. Ну-ка с этим поболтаем. В чем дело, гражданин Вальфрам? Ищите чем заняться? Простите, чем заниматься? Я по поводу общины Джерлока. Видели зеленого в камере? Просто зеленый вонючий труп. Мы его схватили, когда он передвигался с караваном. Такой мерзости я еще не видел. Блядь, дружище. Ты еще не видел, что Фев делает. Тебе повезло. Мерзости. Гарольд, милый. Ты мутантов не видел. Если это и есть то, что превращается в пустошь, то цокает языком, пришел скачать головой. Понятно. Так, и про Джерлок. Вы уже побывали там? Какую полезную информацию получили? Я уже посетил это место и расскажу обо всем, что знаю. Благодарю, гражданин. Это действительно очень полезная информация. Однако нас больше интересует взаимоотношение внутри общины. Кто эти люди? Чего они хотят? Как себя ведут с чужаками и друг с другом? Так, это дикие люди. Это люди развивают строго коллективное общество. Давай вот так, да. Это немного удивляет. Но с другой стороны, почему бы и нет? Ведь община живет маленьким коллективом. Возможно, они поэтому и ушли от крупных поселений. Что ж, думаю, нам с ними стоит познакомиться поближе. Поближе. Что вы имеете в виду? Ну, надеюсь, вы это понимаете. Город жертвует своими гражданами, заставляет выполнять небезопасную работу. Например, очистку радиоактивных зон. Нам нужен труд наемных рабочих без риска для граждан. Рабы? Наемники? Нет, ну-ка про рабство поговорим. Мы не бандиты, граждане. Речь идет о взаимной выгоде. Мы даем пришлым ночлег, еду и медикаменты. Но в обмен на это они будут пожизненно выполнять работу на благо города. Это справедливо, не так ли? Не, нихуя, это рабство. Все равно, зачем? Так, да, справедливо. Если рабы, то есть наемники будут жить в равных бытовых условиях. Не, нет, это рабство. Все равно, зачем? Не согласен. Это рабство и позор городу. Я ухожу отсюда. И что? В чем дело уже так? По поводу Джерлока. Люди развитые. Поближе имеете. Ага, можно еще. Наемники имеют смысл. Верно, гражданин. Речь идет о взаимной выгоде. Мы даем. Ну, понятно. Да, это справедливо. Рад буду слышать ваше одобрение. Мы уже обсуждали на этом совете это решение. К сожалению, до сих пор было некому решить этот вопрос. Теперь у нас есть вы. Прошу вас передать предложение о перенаселении общины. Но без раскрытия местоположения нашего города. Как это, блядь? А только раз они переселятся, так они узнают ваш город. Бред, я чуть не понял. Рад буду помочь. Нет, не буду заниматься. Подожди. Переселить общину Джерлока в убежище? Вы приобрели 200 очков опыта. За что? Я так и не понял. А, то, что доложил ему о местоположении. Блин. Не, рабство я не одобрю. Это рабство. Город убежища. Линет, интересно, сколько ей лет, если она вообще родилась. А, она еще не родилась. Это событие до первого. Даже до первого фоллаута. Линет еще нет. Понятно. Может, она или лялька она, или ее еще нет. Но их бюрократия уже, понятно, процветает. Их вот этот феодализм, расизм. Да, сволочи. Вот этот. Что за перл? Я тогда, видимо... Здравствуй, гражданин. Так, понятно. Это как все граждане отвечают на одно и то же. В магазинчик зайдем. Здравствуй, гражданин. Мне нужен... О, вот. Мне нужен предохранитель для водяного анасоса. Мне не поступало распоряжение выдавать себе инвентарь с технологической номенклатурой. Обратитесь к своему руководству, Питеру Грейсу. Блядь, да вы... Ты шутишь? Из-за такой мелочи такая рутина? Таковы правила. Понятно, пойду выпрашивать. Грейс, Грейс, я уже запутался о них. Кто из них кто? Направляю, это кто? Охранник, это кто? Старк, Грейс, вот этот вот. Блядь, ну, вот здесь, извиняюсь, конечно, здесь дизайн не очень соответствует Fallout классику. Здесь... Ладно, простим. Это первые были пробы, это начало игры. Ну, не очень, не очень. Выбивается немножко из... Ну, ладно, ерунда. Зато в Соноре автор сделал всё по-фалаловски. Всё-всё-всё. А этот... Ладно, прости, ничего страшного. Ну, ладно, своё мнение высказал, подумаешь. Ой, извините. Мне больше нечего сообщить, Павел. Мне отказывают. Мне отказывают выдачи предохранителей. Ну, не колонизировать, ну, не колонизировать, а феодализировать джерлок. Рабовла... Ну, короче, в рабов взять. Я по поводу джерлока. Так, опять то же самое. Поближе. Что вы имеете в виду? Рабы, так. Наёмники. Да, справедливо. Я помочь, я берусь. Подожди. Так, если я соглашусь, чтобы их переселили сюда, тогда он, наверное, мне даст разрешение на этот, господи, на взятие предохранителя. Надо подумать. Да, сейчас я этот предохранитель, допустим, возьму, поставлю, получу очки опыта. Немножко. Какие-то сраные 200, ну, 300, ну, не 1000 точно. Конечно, чепуха. А с другой стороны, именно по лору, не по лору, фу, по моему моральному принципу, я не хочу, чтобы они в убежище попадали. Рабами. Но второй вариант предохранителя, это в Нью-Рейна. Уже было сказано, там тоже можно найти. Хуй знает, где там найти. Он гигантский, он огромный, блядь. Там, если взять из Нью-Рейна, из второго, там в 4-5 раз он больше. Где я найду предохранитель? Там это ужас, блядь. А мне сейчас очки опыта нужны. Понемножку. Ну, вот я сейчас перед вопросом. Мораль или личная выгода в игре? Вот Тим Кейн правильно сказал. Это не игра такая, а как вы поступаете, вы игру такой делаете. Вот сейчас ради своей выгоды, ради каких-то там нескольких очков опыта, я, допустим, выпрошу у них предохранитель, но их феодализируют. С моей моральной, нравственной позицией я с этим не согласен. Вот что делать? Подумаем. Ф6. Пока я согласия не дал. Давай, ты меня там лишний раз подлечи. Может, я чем-то траванулся. Вот. Мне нужно... Подожди. У меня 38. Я здоров. Мне нужна медицинская помощь. Я, конечно, ценю вашу заботу, доктор, но было бы безопаснее лечиться на месте, чем каждый раз ходить к вам. Ну-ка, сейчас попробуем. Хм. Да, действительно. Но самолечение – это очень опасное занятие. Достаточно ли у тебя навыков и знаний для этого? Ты можешь передозировать лекарства или не суметь правильно завязать бинты. А лучше вообще избегать таких опасных ситуаций. Для экстренной ситуации все же необходима подстраховка. Вы можете чем-то помочь? Пожалуй, я могу дать стимулятор или походную аптечку. Первое – это лекарственное вещество, которое способствует скорейшему заживлению ран. Да, знаем, что такое стимулятор. Второе – это набор... Да, тоже знаем. Да, серьезно. Однако стимулятор не требует никаких навыков. Да, знаем. Стимулятор или аптечку. Давай я возьму стимулятор. Он дорого стоит. Это все, чем я могу помочь. Потери еще одного медицинского комплекта в обход и установленного порядка будут заметны. И тогда мне придется объясняться на совете. А это мне совсем не хочется. Бюрократия. Хорошо. Так, ну ты меня все равно полечишь? Давай. Садись на кушетку. Больно не будет. Я вам доверяю, док. Готово. Спасибо. У меня вопросы. Ну, 38 мне так и было. Странно. Не понимаю. Вы видели мертвяка у охраны. Мутант. Его поразила какая-то неизвестная форма вируса. Хотя радиация тоже могла оказаться на организме. Сказаться на организме. С другой стороны, этот вирус продлевает ему. Кроме мучений и жизнь тоже. Мы рискуем от него заразиться? Едва ли. Он сам по себе не является ни источником радиации, ни носителем вирусов. Что вы думаете об интеллектуальных способностях Гарольда? Несмотря на мутации, он престарел и престарелый возраст, этот мутант подросток. А, вот оно в чем дело. Он любит подурачиться, но при этом все прекрасно понимает. Он сохранил свой интерес к жизни. По крайней мере, пока. Как знать? Возможно, продолжительное существование кардинально переменит его взгляд. Расскажите о Ричарде Грей. Ричард Грей. У нас не было граждан с такой фамилией. Возможно, речь идет о Ричарде Монро. Моро. Почему Монро? Моро. Или Моро. Я не знаю, как я правильно. Он пропал во время первой вылазки на поверхность при странных обстоятельствах. Но это было очень давно. Ну, вот начало игры. Да, да, да. Гарольд сказал, что якобы знал Грея из Убежища 8. Не стоит верить всем его словам. Кто знает, что у него творится в голове. Если Ричард Моро мутировал так же, как Гарольд, то теоретически мог выжить и сменить имя. Но ведь это крайне маловероятно. Расскажите о мутациях. Мне известно о трех видах мутаций. Если классифицировать их по факторам генезиса. Токсичные мутации. Радиационные и вирусные. Первые две, как правило, носят неустойчивый характер. И ведут к гибели. Либо тяжелой. Излеченной форме существования. Но вирусная форма это что-то особенное. К сожалению, у меня мало данных, чтобы делать выводы. Попросту нет материала для исследования. Вам нужен мутант для опытов? А, это я помню. Да, да, да. Не обязательно целый живой мутант. Для начала я хочу сравнить кровь Гарольда и различных мутированных животных из пустошей. Я уже неоднократно просил совет выделить группу людей для сбора образцов. Но получаю лишь отказы. Мне говорят, что у патрульных и без моих исследований работа опасна. Я могу достать для вас образцы? Действительно, я об этом не подумал. Возьми этот комплект стерильных шприцов и собери в них образцы крови животных из внешнего мира. Прежде всего, меня интересуют свинокрысы, койоты и гекконы. Ага, койоты это волки. Ну, понятно. Или кто-нибудь, кто относится к их семейству. Запиши, чтобы не забыть. И помни про осторожность. Но если что-то с тобой случится, я всегда готов взяться за твое лечение. А где я найду кровь животных? Ну, свинокрысы водятся неподалеку в старом карьере на западе койотов. Придется искать немного дальше. Следуй в пустыне на юге и востоке. Там еще дальше встречаются наши патрули. На конец гекконов можно встретить где угодно. Но проще всего в горной местности. Возможно, у тебя найдутся соображения, как выполнить поручение быстрее. Мне нужна медицинская помощь. Садись на кушетку. Я доверю. Так, вот это уже вот... А, вы получаете 100 очков о Гарольде и его истории. Хорошо. Все. Пробуем. Нет, здесь голодиск, конечно, не пойдет. Ага, вот да, собирать. Ага. Давай попробуем. Компьютер. Ой, бля. Перед вами компьютер службы медицинского служения. В нем хранится информация о состоянии здоровья граждан и другое, чего вам нет дела. Искать... Искать историю своей болезни. Здесь слишком было разобраться. Все понятно. Нет, это медицинский компьютер. Сюда похуй. Понятно. Ай, наука, блядь, эрудит. Что там? Я это читал уже. Ваших познаний не хватает, твою мать. Вы видите тихую девушку. Я с ней уже общался, извините, на знакомый. Дай лутиться в тесном убежище. Вы получили единицу карбы. А что я спросил? Я это неправильно. Значит, я с ней не общался, получается. Конечно, найди в себе силы, выйди в город. Походи там и так. Ладно, попробуй. То есть я ее убедил погулять по городу. Ну, хорошо. Все, хорошо. А это мелочь. Так, туда я зайти не могу. Мы это знаем. Что пробовать? Пустите меня! Эй, смотритель, мне нужен смотритель. Позови смотрителя, женщина. С голдиском вопрос не решен. Хрен бы с ним. Вес. Аха. Тра-ля-ля. Ф-шесточка. Крыса. Крыса. Если труп остался, если он не стрел еще, а может уже и стрел. Нет, не стрел. Использовался. Доктор Вилбук просил образцы крови совсем других существ. Свинокрысы уже стреляли. Да. Если б я раньше зашел, в самом начале игры, я бы уже свинокрыс получил бы... Ну, ладно, они еще тысячи раз встретятся. Господи. Фиг с ним. Вес сколько он имеет? Вообще не имеет. Хорошо. Голдиск не имеет вес. Вот это хорошо. Стимпак не имеет. Лопата. Шесть фунтов. Ух, блядь. Порошок не имеет. Сапоги. Три фунта. Фунта. Так, не имеет. Фляга не имеет. Бутерброд один. Капкан пять. Ключ. Че я его с собой таскаю? Давай его оставим. Где здесь ящик любой? Это ключ отсюда. Подожди. Он имеет вес? Он не имеет веса? Ну, чтобы не сбивал с толку. Когда инвентарь засорен, это зачем это нам? Значит, вот эту херню мы скидываем, это не нужно. Это все. Да вообще выбросить можно было. И где ключ? Все. Он использован, отработан и все. Ну да, для коллекции, как спрайт, это прикольно. В машину, в багажник складывать. Я вообще боюсь машину. Нет, я, конечно, ее получу. Так, это с запиской. Я уже забыл, зачем она. Ну, где-то она всплывет. Пить надо меньше. Или, точнее, закусывать надо. Сказал и делаю глоток. Ваше здоровье. Патронов мало. Все здесь обыскал. Все, все. Да, кроме этого туалета. Вот так. F6. Значит так. Если я залез в этот горшок, я отравлюсь. Я отравлюсь. Я что-то там херню какую-то возьму. Но это отравление, оно останется постоянно. И оно будет меня мучить всегда. Давайте пробуем. Проверяем. Да. Отравление. Оно того не стоит. Что такое оно того не стоит? А что он не берет? Почему? Кража в слов нет. Ну, какая кража? Нет, там же что-то лежало. Что значит, оно того не стоит? Эрудит. Нет, эрудит это вообще другое. Нет, нет, нет. Странно. Очень странно. Да хрен с тобой. Там что-то лежало. Ножик и еще какая-то мелочевка. Да и хер с ним. Так. Теперь вопрос с этим. С капсулой. Ой, капсулой. Предохранитель. Ну да, он выглядит как капсула. Это я помню. Стар по памяти. Давно-давно. Ой, блин. Ох, блин. Так, надо загурить. Голова лучше будет собрать. Никотин помогает. Так, Мальборо, собрание или Кэмэл? Кэмэл у нас туфтовый. Собрание, собрание. Закурить. Ну, еще парламент у меня есть еще. Знаете что, друзья? Хватит быть добрым самаритянином. А, стоп, 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 стоп. Если я отправлю их сюда, рабами, в горд-убежище, я могу потерять какие-то квесты другие. Возможно. Здесь не только дело в морали, а уже... Ну, мне сейчас, чтобы уровни росли, все очки опыта, любые нужны. Блядь, вот починить фонарь даже не могу. Что это такое, а? Вот мне интересно. А здесь в Фоллаут Невада будут вот такие халявные? Ну, это не то, что халявные, но как во втором Фоллауте, вот когда я, например, по пустоши хожу, убиваю ванаминга, господи, кентавров, летунов и когтей смерти, там по пять тысяч очков жирно дают. Есть такие интересные приемы, чтобы вот сразу хорошо по-жирному срубить? Ну, понятно, в это вкладываться надо во что-то. Или так же и будет все проистекать по 200 очков? Это несерьезно, друзья. Я хочу сразу по несколько уровней быстро расти. Ну, посмотрим. Знаете что? Вот что я сделаю. Черт с ними, плевал я на этот Джерлок. Да, Джерлок он называется. Пока в Нью-Рин я эту капсулу найду. Где она лежит? Хрен его знает. Или металлолом. Металлолом и уровень ремонта. Ремонт я еще не знаю, насколько он мне часто будет пригождаться. Вот эрудиция, да, наука, ее я буду прокачивать. Знаете что? Плевал я на этот Джерлок. Хотя плевал, не плевал, но там другие квесты. Ну, хорошо, там другие квесты, но они все равно мелкие. Черт с ним. Сдам я Джерлок. Да, блядь, что ты так... Подожди, F6. Ф6, я сказал. Ф6, Ф6. Хрест с ним. Пошел нахрен-то Джерлок. Тем более этот... Давайте так. Хорошо, я добрый самаритянин, христианин, милосердный. Ну, что значит христианин милосердный? Зло я не принимаю. Давайте так. Я сам себя сейчас оправдаю. Этот сам Джерлок, он еще тот, ну, не самый приятный тип. Если он уже сподобился на линчевание, на казнь парня, который, подумаешь, там проспал, блядь, простить же можно. Не такие уж они и милые. Пусть нахуй здесь живут. Рабами будут их кормить, поить будут. Все, сдаем, сдаем. К черту, блядь. Давай. Джерлок. Дикий. Нет. Комплексное общество, так что вынести в виду. наемники. Так. Да. Рад буду помочь. Надеюсь, вы не ошиблись в выборе. Всего вам доброго и да здравствует город-убежище. Необходима помощь общине со сломанным насосом. Вот, вот, вот. Нет проблем. Отлично. Ждем вестей. Все, берем этот. Как его? Сдал я, Джерлок. Хорошо. Черт с ним. Мне жалко. А что? А где? Вот дает. Ой. То есть, он мне автоматом дал его. Предохранитель. Ну, все, все хорошо. Значит, так. Выход отсюда в шесточка. Все, здесь пока что вроде больше ничего. Скорпионов я гасить сейчас не буду. Патронов мало. В рукопашку я не буду с ними. Траванут? Нахуй. Нет, траванут и траванут. Я могу подлечиться у доктора. С другой стороны хвосты скорпионов нужны. Нет, я с ними не справлюсь. Я не справлюсь. Я так думаю. Ну, хуево, блядь. Нихуя у меня нет. Дубины, что ли? Ну, херня это. Я могу выйти другим путем. Давай сейчас еще раз посмотрим. Так, F6 я нажал. Шифтяра. Ай, блядь. Вот они. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Ёб твою мать. Пять. 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 Пять скорпов. Сюда тоже зайти. Чего-нибудь здесь долежит. Не, не хочу я травиться. Ну, хоть и излечусь. Ну, не, не. Победу я не одержу. Они забьют меня. Вай, там тоже цветочки. Немножечко. А вон какое-то растение. Его обобрать можно. Обойду я его. Слушай, я же засейвился. Попробуй. А, осторожно. Тихо, тихо. Вот так вот. Вот так, вот так. Смотри. Раз. Раз. Вот это вот какой-то кактус, мактус. Неплохо. Чего я собрал? Ага, цветочки. А это чё? Это... А, это корень. Не, это тоже брок. И это брок. Чего-то я не пойму. И это брок. И это брок. Тихо, 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 тихо. Раз. Взял. Отходим. Хорошо. Корешок. Сколько у меня осталось? Ещё на один мешок лекарств хватит. Осторожно. Если можно, осторожно. Всё возможно. Дурацкая группа российская. Терпеть я не могу. в Сансара. А они к нам в Ташкент год назад приезжали. Ебанутая команда, блин. Всё. Альтернативный рок терпеть не могу. Извините, я детер и индустриальщик. Я тяжеляк люблю. Возьмём? Не, не возьмём. Не, не, не. Подбегу он это заметит. Дальше. Чё ещё? Камень. Так, 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 так. Ну его нахуй. Тихо, тихо, тихо. Железная дорога фонит. Хотя, не, я пробежал, радиации не было. А первый раз, когда я играл, самый первый раз, это демо-версия. Ну, или не демо, но какая-то пробная версия. Ну, в принципе, да, демо, которую я скачал, которую я не прошёл, она глючила. Там всё фонило. Железная дорога фонила. Это вообще мега сложно было. Каждый раз пробегаешь по железной дороге и фонит. Ну, как в Сталкере. Я в Сталкере не люблю игру. Ну, не люблю эту вселенную. Извините, не люблю. Всё, выходим. Обходим, нахуй. Мы выйдем вот так вот. Другим путём. Здесь ничего нет. Ай, фоллаут, фоллаут. Ай, фоллаут, фоллаут. Вечерний. Хорошо, хорошо. Приятно. Всё равно. Вот этот дизайн, дизайн, то, что Тим Кейн и команда сделали, это навсегда, друзья. Вот как бы я не любил Арканум, Арканум действительно устарел. А фоллаут, он вечный. Этот дизайн можно и через 20, и через 50 лет. Уже вообще будут другие игры. Наверное, будет всё виртуально. Но, это, понимаете, это классика, как музыка Баха, Ноцарта или Чайковского. Навсегда, навсегда. Это шедевр. Казалось бы, казалось бы, это постапокалиптическое, страшное будущее, мрачное. А весь этот интерьер настраивает на какую-то камерность. Вызывает аппетит. Хочется заварить чаю с мёдом, с лимоном, с кексами. Вот играть в фоллаут. Особенно вечерние, вот подсветки вот эти. Поехали. Куда? Блэк Рок. Нет, Джерлок. Я запутался. Да, в Джерлок. Блэк Рок это... Где квесты, где шлюха, где брамины, да. О, не по дороге идём, по горам, по горам. Ну, пошли по горам. Э-э-э, по мне только не попадите. О, э-э-э, давай назад обходим. Отлично. Давайте, вы их перегасите, а я соберу эти. Это мне повезло. очень хорошо. Мерзкие чужаки. Так, так, так. Всех перегасили? Так. Мы волновались, что вам могли причинить вред, гражданин. Мне срочно нужна медицинская помощь. На вас нет серьёзных ран. Об остальном позаботится док в убежище. Вы можете, солдат, вы... Вы можете дать мне совет? Только один. Обходите страну трассы. Это я знаю. Большое спасибо. Так. Вы могли бы сопроводить в убежище в Джерлок, в Блэк Рок? О, они мне сейчас это, сопроводят. Какие новости от последних патрулей? Довольно опасное место, если бродить в одиночку без средств самозащиты. Последнее время активизировались рейдеры. Это... Так. Обираем. Они весят, наверное, как и в старом фоле. Прилично. Проверяем. Ну-ка, 10. Ну да, как в старом. У меня вес. Набираем, набираем. Это нам пригодится на противоядие. Но для противоядия нужны хвосты скорпионов. и заплатить. И заплатить. Сколько вес? Ну, нормально. Пока терпимо. Нет. Куда? В джерлок. Джерлок. Тогда пойдем. Отлично. Отлично. F6. Так, я надеюсь, что здесь ремонт не играет роли. Я так думаю. То есть, у меня просто предохранитель есть. Похуй. Похуй, бохуй. Все, сдаю, Джерлок. сдаю. Плевать. Плевать. Требуется предохранитель. Ну, пожалуйста. Плевать. Дело сделаю. 350? Ой, блядь. 350. Ну, хотя бы 500, 600 бы дали. Я уж про тысячу молчу. Ну, че так мало? Не, ну, по копейкам так, ну, как опыт набирать? Ой, блядь. Да. Ой, трудно. F6. А, чужак, это вы? Странно, что еще не полезно? Так, по поводу сломанного насоса. Это наша всеобщая беда. Насос вновь работает. Неужели? И мы вновь можем пить чистую воду? А я уж было потерял всякую надежду. Благодарю вас без вашей помощи. Но тупоголовые справились так. Ну, ну, и сколько ты мне опыта дашь за это? Так, что с вознаграждением? Что ж, в обмен на это я готов отпустить Стива без выкупа. Отлично. Уровень 500. Ну, хорошо, ладно, пусть так. Нет проблем. Аха, перки пошли, перки, перочки. Вот здесь, так, ребята, так, друзья мои дорогие. Если в классик Фоллача я в первую очередь стараюсь в критик, в критический вложить, здесь битвы будут, но они не главные, здесь главные квесты. Надо будет потом в критический вложу. Но сейчас, я думаю, здесь все по-другому. Я буду вкладывать сперва, вот надо подумать, а хуй его знаю. Но не в рукопашку, не в реакцию, не в восстановление, доступ. Нет, это фигня, варюга, говорун. Да, здесь идет список по классике Фоллаута первого, второго, по списку, но здесь другие приоритеты и другие величины. Здесь и сейчас, в принципе. Новый уровень. Вот это идея. хребет. Нет, вес, наблюдательность. Он дает возможность информации. Нет, это здесь, это похуй. Не пробиваюсь, похуй. Осторожность. Патронщик. Такого не было, это новое, это новое, это нововведение. Даже вот отличается дизайн, графика, я вижу. Точно не же. А, это крафтить. Нет, нахуй, я крафтить не буду. Подсказки, что это тоже новое. Такого в фоллах не было. Ваша отточенная наблюдательность позволяет уделять больше внимания деталям. Теперь вы будете точно знать, какое условие способствует решению того или иного вопроса в разговорах. Собственно, красноречию это очень даже понимание. При чтении, о, чтение, не, 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 тут книги дорогие, не, 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 прилежный ученик, это нужно, да, это, это, скаут, скаут, хорошо бы, здесь в пустошах очень опасно передвигаться, а таскаться будет, знаете, что, здесь и сейчас, вот и все, здесь и сейчас, или красноречие лучше. Так, сейчас надо подумать, в ближайшее время много я буду болтать, да, много, много. Следующий у нас на очереди Нью Риннобуль. Там пиздеть дохуя, нет, здесь и сейчас, все, ничего не знаю, берем. Готово. А очки мы прибережем. Хорошо. Еще один уровень, да, 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 и очки будем копить. Ну, я так хочу. Все, F6, чтобы обратного пути не было. Где этот парень? А, вот он. Вот его, а где его сестра? А, вот она рядом с ним. Разговариваем с ним. О, мой спаситель, как же я рад вас видеть, не часто в пустошах попадаются такие люди. Ты можешь починить водосбойник и детев в лавлаке? Конечно! О, вот видите, как хорошо. А, хотя вот вы знаете, если я бы сам бы починил бы в лавлаке, у меня, наверное, больше было бы очков опыта. Но вы знаете, игра трудная, я сейчас не буду. Давай, хорошо. Конечно, в вечном долгу перед вами за спасение моей шкуры. Так что я сейчас же отправлюсь к индейцам и переговорю с ними. Все будет сделано. Нет, подожди, я лучше как-нибудь самостоятельно разберусь. Подожди, надо поговорить с ним. Ну, ваше дело, я всегда готов к работе. Так, все-таки останься здесь. Сейчас давай расспросим, если что, потом насчет того насоса для воды. Прекрасно работает. Да, уже знаю, без вас никто из местных не спросил. Ладно, проехали. Поясни, что произошло на самом деле. Дали мне все это, мы знаем дальше. Вы понимаете, делал насос, зарабатывает без такой детали насоса. Так, он вроде бы называется. Хуй с ним. В общем, без воды мы теперь. А, это старый. Расскажи мне о сестре. Я простой разнорабочий из Ньюрина. Серьезной помощи вообще не дать не мог, но то, что сестра Мэна хоть готовить умеет. Ну, все, отправляю. Чем отплатишь мне? Не, зачем? Вот, давай, иди чинить. Давай, действуй. Будет сделала босс. Отлично. Сестра, спасибо, что позаботились о моем брате. Что вы теперь намерены делать? У нас выбор небольшой. В пустошах пристроиться особо некуда. Боюсь, еще какое-то время мы поживем здесь, пока не найдено будет привлекательнее. Расскажи о брате. Ну, мы пришли. А, она уже рассказывала, ее читала. Что теперь так? Ты ведь не думаешь, что я сделал за спасибо? Не, еще чего, приставать? Ну, зачем? Не надо. Все, хорошо. так, а насчет сдавать их этому, господи. Так, а с этим хамом, если поговорить, что будет? F6. Ага, все. F6. Теперь брать можно у вас? Похуй, нельзя. Пока что я их не сдал, то есть, я задание взял, ну-ка, проверяем, просто ради интереса, задание, убежище, собрать для доктора Вилл крови, вернуть похищенные байкеры и устройства, выполнить спецпоручение склада. Да, 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 нет, задание типа я взял, но я пока могу их на самом деле не приводить рабами в город убежище. Еще раз F6. Пробуем. Я представляю общину убежища 8, мы хотим предложить вам переселение, вот допустим. Убежище, говоришь, долгое время думает, после чего отвечает нерешительно, если это правда, то не мне принимать такое решительное, блядь, ты же голова, пусть отвечают члены общины, говори с ними, но лично я никуда не уйду с этого места, тогда пойдут к народу. Ага, давай с народом поговорим. Вы бы хотели поселиться в убежище? И где же оно? На севере. И что, мы будем просто прийти и заселиться? А что, подвох? В том, что если вы согласитесь, то сможете вернуться назад. Сельчане, вот так. Почему мы должны вам верить? Я решил проблему с насосом. Я помог Стиву. Эй, мужики, а ведь скиталец сделал, говорит, сельчане одобрительно кивают головой. Думаю, мы могли бы попробовать. Ты доказал, что тебе можно верить. Отлично. Тогда выдвигаемся. К вам придет наша официальная делегация. Вы уговорили покинуть общину переселиться. Осталось отчитаться Старку. Так, нет. F7. Оставляем это. В любой момент я это могу сделать. Очень нравится, что квест как бы такой не открытый, не закрытый. Он не прописан как задание. Он такой вольный, аморфный. Это мне нравится. Это мне нравится. Пока что пусть живут. Не надо. если вдруг и сколько он очков опыта за это даст, это надо к Старку переться. Не надо. Рабы, это плохо. Не надо, не надо. Пусть живут. Вдруг еще здесь будут квесты. Подожди, пока нету. А! Вот здесь бабец. Она не разговаривала. Еще раз не попробуем. Помочь, помочь. Ага. Так. Надо доказать, что я из Блэк-Рока. Когда в Блэк-Роке я все закрою, там поговорим. Это просто сельчанин. Этот траппер. Так, сюда я заходил, я вот не помню. Вот память. Память ужасная у меня, друзья. отвратительная просто. Стол. Ого! Вот все, конечно, берем. Как я так пропустил? Фляга. Так, я вот я уже забыл. Эта фляга просто пустая. Я такую взял. Я ее наполню. Потом, когда вода будет работать. Здесь я не могу наполнить. Правильно? Да, попробуем. Это что? Это не работает? насос в порядке. Ну-ка, могу я наполнить флягой? Где фляга, фляга, фляга? Бесполезно. Хорошо. А отсюда? Ну, вряд ли. Это из колодцев надо наполнять. Ничего не даст. Понял. Все хорошо. Понял. Понял, 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 понял. А может не понял? А может не понял? Хорошо. мне нравится, нравится. Здесь намного в плане квестов намного гибше вещи альтернативы, чем в Classic Fall. Хорошо. F6. Куда идем дальше? Чего я так ору? Ага. Идем в Лавлок. Шайнин, Лавлок, я уже запутался. Покушать, покушать. Шашлык из Ягуанды. Поесть можно? Можно. Проверяем, что он дает. Так, у меня уже 48 здоровья. Это очень неплохо. Тихо. F6. F6, я сказал. А что он вы получили текущий уровень облучения. Вы получили 4 скорости восстановления от шашлыка. Облучение и скорость восстановления. Запомним. Да, чтоб жизнь медом не казалась. Вот еще одна перекличка с Вегасом. В Вегасе практически вся еда, большинство еды, харчи, все отравлены радиацией. Лишь исключительные какие-то вещи, приготовленные самим на костре, являются чистой едой. А остальная еда, приобретенная, она вся дает радиацию, фонит. Здесь также. Вот кто раньше у кого не стырил, повзаимствовал? Невада у Вегаса или Вегас у Невады? Интересно. Это вот фраза интересная из санитариума. Кстати, я санитариум так и не весь залил. Я ее весь прошел, но залил небес на YouTube. Надо заняться этим. Лень. Пошли к этому, господи, в лавлок. Ой, бля, не надо, не надо. Съеб. Не догонишь. сейчас бесполезно с ними махаться. Стой, обещаю. Оружия нету мне? Давай, уберу полностью, чтобы они не возникали. да, починили этот хреновин. Как новенький. Ох, теперь я могу набрать воды. эх, научиться бы очищать воду. Да что же это такое? Да вы чё? Да хорош! А как? А где мне научиться, как очищать воду? блядь. Приветствую, скиталец. Насчёт больного мальчика как вам? Ну, как вам водосборник? Наше хранилище чистой воды теперь не будет загнивать и речь и течь, растрачивая слёзы природы на бесплодную пустыню вокруг. Теперь же оно будет поливать жизнь у нашей... Так, хватит высокопарные метафоры, всё. Ну, мы благодарны вам. Но чем отплатить вам за труд и беспокойство? выбираем. Регулярно получать сэндвичи. Вообще-то для нас это выгодно, потому что сэндвичи как-никак это здоровье. Ну, с какой-то регулярностью. Там, один раз допустим, в сутки можно брать. Что-то такое. Да-да-да. Вообще-то это выгодно. Я хочу получить гору сэндвичей прямо сейчас. Но это смешно. Мне нужна награда. Примите как счёт доброй воли. Давайте попробуем регулярно. Всё попробуем. Ну, сейв же есть. Это справедливо. Вы будете получать сэндвичи пять штук в неделю. Ага. Неделя это семь дней. Пять штук в неделю. Так. Приходите через семь дней и вы найдёте свою награду в ящике, что стоит у амакаки. Но если вы не придёте вовремя, она будет заменять старые сэндвичи свежими, что они не протухли, класть на траля-ля. Так. Договорились. Понятно. F7. F6. F6. Я хочу получать гору сэндвичей прямо сейчас. 30 сэндвичей, всё, что могли. И всё, один раз. И больше не беспокоить. Понятно. F7. Мне не нужна награда. Примите это как жест доброй воли. Мы не забудем вашей доброты. И часто к нам приходят белые люди с чистыми желаниями. На вашем месте многие захотели бы иметь с племенем пользу. Да пребудет с вами сила духа пустоши. Не стоит благодарности вождь. 10 единиц кармы. Нет, это 50 единиц кармы. Но без сэндвичей. Знаете, друзья, ничего страшного, я выживу как-нибудь без этих сэндвичей. Ничего страшного. Карма мне важнее, серьезно. ну я вот такой, мне так нравится. Общая карма какая? 108 нормально. да, я так хочу. Поэтому сохраня... Ай, сохраняюсь, все, обратного пути нет. Отлично. Да, я так хочу. Давай поговорим об этом. Мне нужны медикаменты, противоядие, хвост, рад скорпионы, 50 монет. да, дороговато, дороговато. Ладно, знаешь, что сделаем? Так, одну, две, три, пять штук. Тогда другой вопрос. А он может меня научить? Я пон... А, это я понимаю, но ведь одной травы... Так, подожди, интересно, другой вопрос. Ни о чем. А как научиться воду брать теперь, друзья? я хочу чистую воду брать. Имею право. Бля. Может теперь с ним опять поговорить? Ну, хер его знает. Нет. Черт. тогда придется почитать. У меня есть шесть хвостов рад скорпионов. Полтинник он берет, да? Блядь. Так вот, это все деньги уйдут. триста триста восемь восемь шесть у меня останется. Противоядие нужно. Еще как нужно, потому что еще будет куча крыс всяких, которые будут травить. лад ладно. Поговорим с подругой. Обмен. может она скидки даст. Ух ты, ножик у нее откуда-то взялся. Нет, скидок она не даст. Скидок не даст. Ну и ладно, чушь. А, интересно, сколько стоит, если продать? просто интересно. Четыре, понятно, копейки. Все. Вот это нам надо тридцать семь. Но я пока не знаю рецепта. А ну-ка попробуем F6. Где она? Рецепт был ягоды и еще что-то. А что там было? Блядь. цветочек есть, корень есть. Блядь, давай спросим рецепт у него. А, один из проклятых рейдеров отобрал у меня рюкзак. Надо рюкзак ему вернуть. Собирал корешки и вдали стой беща. Теперь мне некогда его вернуть. Может быть я поищу рюкзак. Опасен путь к рейдерам, если вы не рейдер. Не успокойтесь, я это сделаю. Если я надеюсь выгоду, я смогу отплатить вам чем-либо за старание. Хорошо. Я все равно хочу помочь. Это изменит ваше мнение к чужакам. Что ж, я буду очень благодарен. Где искать того рейдера. Логово рейдеров на севере. Того, кто забрал Боргзер, зовут Форзашником. Как вы лечитесь? Чем вы лечитесь? грибы, фекалии. не не кореньи. Бля дь. Нихуя. Так, F6. F6. Покупаем у нее ягоды. 37. ладно, пробуем. Нет, я это не буду сохранить. 37. Допустим. Где костер? Вот он. шашлык. Шашлык. Шашлык я взял. Это кострище муал. Шашлык оставить. F7. Хорошо. пока что рецепт кровочистый я не изучил. Ладно, будем искать, ждать. Муж это я пропустил. По-моему, он должен научить кровочисту. А, может быть, когда я мальчика вылечу? Нет, 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 я помню, что я проститутку кровочистом лечил раньше. позже мальчика. Вроде я все внимательно читал. Хорошо. А если я в сундуке, допустим? Это не сундук, это, блядь, это кресло. А он сказал, если что, бутерброды, сэндвичи брать в каком-то сундуке. Сейчас, кстати, я могу обшмонать? Камень, нахуй нужен. Вот сундук. Закрыт. F6. Взлом. 34. Пробуем. На это раз у вас не получилось взломать замок. Взлом. Только не заклей. Хорошо. Отмычку пробуем. Сейв я сделал. Да, сейвы, сейвы, извините. Сейвы, сейв. Сейвы, сейвы. Не даст неудачи. вы приобрели вы теряете 3 кармы? Ага, обворовал, считай, 50 опыта. Нет, карму нет, нельзя терять. Не, нахуй, это ради этого не стоит. F7. Понятно, обворовывать нельзя. Обворовывать нельзя. Тут как сложно всё, нельзя у них ничего брать. А, вот это не обворовать. Ну-ка, карму не потерял. Ножик, хорошо. Хорошо. Что здесь? Вот теперь я могу пошмонать немножко. Нельзя. Хорошо. Понял. У этого также нельзя. Нельзя. Хорошо. Понял. Нихуя себе, неплохо. Карма упала? Нет? Нет. Драться не будут? Тебя ведь не просто так назвали медвежьи лапы. Давай выясним, кто из нас сильнее. Э, подожди. Что здесь? Что знаешь о рейдерах? Злые люди. А, он уже сопровождал вас. Хватит. Если ненавидите, почему не избавиться от них? Слабый, хитрый народ. Раля-ля, как вы? Просто скажи о племени. Ой, бля, о гиме. Да, да, всё, 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 Хватит. Я уже всё знаю о них. Расскажи об этом. Подожди. Кто сильнее из нас? Нет бледнолицей. Борьба тем слаще, чем вы более равны с соперником, а твои силы лишь детей удивляют. Понятно, сила у меня маленькая. На себя посмотри, сэкла. Одно из важнейших качеств воинов быть не только сильным, но и сдержанным. Твоим речам позови трошлый бромин. не надо. Всё, не надо. Хорошо. Так, этот дед поговорили. Шаман, где этот шаман? Блядь, он бродит тут? Сука, блядь. Ищем племены. Шаман в капюшоне. Или это он шаман? Этот старикан. хер его знают. Вот сюда. Почему можно спуститься? Не просто так же. Что-то здесь видимо есть. Я не вижу. Шейф зажимаю, подобрать ничего нельзя. ну, посмотрим. Мусор, мусор. Камни. Баллон. Старая резиновая шина. Так, здесь ничего нет, да? Странно. Ну, раз есть спуск, вот это вот такая небольшая зона страна. Ладно. А вот теперь что дальше сделать, я не знаю. Крова чист. Кхм-кхм. И веревка нужна мне. Кхм-кхм. Кхм-кхм. Ух ты, аж светится радиация. Ой, брамины кушают. Ой, привет. Что ты делаешь? Давай торговать. Давай меняться. Так, товары у него об... А, нет, вот этот остался. Я надеюсь, он не пропадет. 20. А, подожди. Ой, копейки стоят. Давай его покупим. Ножик сколько там? 30. А этот почем? 60. 20. 60. 40. Хорошо. Ножик шможик. этот сколько? 4. Ну, деньгами дадим. Давай, давай. Эта фишка нам нужна. На, возьми. 433. А, ну, я же немножко подокрал за... 20, 20. Давай, возьмем, возьмем. Это надо. Почем молоко? 44. Не, не, все, больше пока не будет. Цветочки. Цветков у нас полно. Нам вот корешки нужны. Да, один мешок с бацей. Корешок есть. На один еще мешок хватит. Патроны нахуй. Ну, не патроны, а для патронов материал. Давай, торговать, что ты делаешь? Моя пастуха, так ясно. Какая ты пастуха, ты, наверное, много бродил попутся, что, знаешь, я мог бы махнуться с тобой, их жаль, стеклянных бус нет. Давай меняться, все. веревка. Не, вот еще вот эти доски. По-моему, так, когда я... Да я и уже все пробовал. Когда я веревку достану, кажется, да, веревку, потом я смогу эти доски как-то активировать. Так, это выход в пустошь. Ну, что, закончим серию или куда пойдем? Я не знаю, надо сообразить, надо подумать. Так, какую подсказку я хотел почитать? Я все-таки прочитаю сейчас, как делать кровочист. А, и еще, как воду дистиллировать или как-то очищать в колодце. Это я им починил. С рейдерами... Ой, нет, не скоро я разберусь. Не, я с ними драться буду, их всех выносить. По-другому никак. сейчас у меня нет ни сил, ни патронов, ничего у меня нет. Шашлычок! Он дает радиацию. А если его продать? Нахуй мне радиационный шашлычок. 15. Ладно, если что, потом. Значит так, мешок, лекарств. Вот когда первый раз я играл в Fallout 2, кстати, в первый раз я сыграл сперва во второй Fallout, а потом в первый. Ну, так сложилось. так вот, еще стимпаки было тяжело достаточно, в первый раз, когда играешь, еще ничего не знаешь, как все надо делать. А как все надо делать, зайдите на мой канал, откройте плейлист, раздел плейлисты Fallout Restoration Project и увидите, как надо все делать. Ладно. Да, немного рекламы. Сам реклама. Так вот, эти мешки, которые восприятие одну отнимают. Как я им радовался. Вот здесь вот опять вот этот дух начала Fallout'а. Давай, мешочек. Медикаменты противоядные. Целебного порошка 25. Давай, сделай одну штуку. Готово. Четыре порошка. Ну, восприятие отнимает. Ну, что ж поделать. Ну, ничего. Дальше, друзья мои. А это еда. Так, шашлык отнимает. Он радиацию дает. А сэндвичи дают? Ну-ка, спробуй. Да, сука, нахуй мне эти сэндвичи, если они дают облучение. Ёб твою мать. Ну, да, восстанавливают здоровье, но облучение дают. Не, не надо, не надо. Антирады здесь здесь всех химия, наркота мега дорогие, мега, очень дорогие. И редкие, дорогие, а здесь есть и другие заменители. Здесь нет ментата, но здесь есть конфеты, имитирующие ментат. те же свойства. Да, ладно. Все, опять здесь сохраняюсь. Спасибо, сделаю паузу, сейчас перехвачу, я свой сэндвич, я не радиационный. Потом, попозже, продолжим. Настроение хорошее, мне нравится, но надо терпеть, терпеть. И еще раз все внимательно перед... А почему повозку я не заметил? А ее потрогать можно? Что это? В чем дело? Ого! Вот так, вот мелочи. Вот тебе и раз. Вот теперь сохраняемся, все. Спасибо, с вами был Вольфрам, Auf Wiedersehen.